Ассоциация полярников была организована в 1990 году для дальнейшего изучения и развития регионов Крайнего Севера, Арктики за время перестройки, когда организовалась наша Российская Федерация. Северные регионы пришли в упадок, и сейчас пришло время их восстанавливать. Я побывал в Санкт-Петербурге на третьем международном форуме Арктика – настоящее будущее в период с 5 по 6 декабря 2013 года, где я выступил с работой моей организации Тамбовской клуба «Полярник» и «Северное сияние» и выдвинул ряд предложений, среди которых были проведения первого российского слета, а по итогам принятия резолюции было предложено создать общественную организацию, в которую вошли бы все регионы, прибывшие на слет. В конце февраля мы ездили в город Тамбов на слет молодых полярников, представляли Пушкинский муниципальный район и всю Московскую область. Было собрание молодых людей, в основном это были кадетские корпуса, и мы были единственными гражданскими. Приехало очень много народу из Якутии, со всех, буквально скрылось ветром. Было 7 делегаций со всей страны, из Тикси, из Вологды, из... Мы сразу подружились и по соцсетям сразу добавили друг друга, как-то общаемся сейчас. Там было 3 дня соревнований. В первый день мы выступали с нашей визитной карточкой, во второй день мы представляли наш проект, и в третий день была физическая подготовка, то есть это спортивное соревнование. Ну, нет, мы думали, ну, не думали, что столько будет направленных в эту область людей, военных, это самое. Думали, что будут такие же, как и мы, ребята, но получилось немножко, конечно. Мы были единственной не очень военной командой. Ну, так, без ложной скромности, мы являемся первооснователями движения юных полярников в России. Так получилось, что наш клуб школьный был основан первым в масштабах всей нашей страны. Это произошло еще в 2009 году. Ну, и два года назад мы уже были на открытии клуба юных полярников в городе Тамбове. Ну, и, естественно, на первый всероссийский съезд пригласили его. Было заявлено семь. Это были две очень интересные команды. Одна из Тикси, непосредственно полярники, это Дельта, реки Лены. Команда из Якутска, команда из Вологды. И две команды из Тамбовской области. Две команды, точнее даже три команды. Две команды из непосредственно Тамбовского кадетского корпуса и из города Уварова. В школе города Пушкина есть клуб под названием «Наша Арктика». И привлекались к слету именно те учебные организации, в которых есть подобные клубы. Ну, конечно, было немного боязнь, потому что не знали, куда мы едем. Боялись, потому что мы были единственной школой, потому что все остальные были кадеты. Мы были обычной общеобразовательной школой, плюс это был первый наш выезд. Поэтому, естественно, были какие-то моменты, когда было страшно и стеснялись. Абсолютно не было никакого страха, потому что верили, что это хорошие люди, которые поддерживают, помогут. Если что, подскажут. Да нет, как-то старались себя показать. То есть, ну, хорошо выступить. Я думаю, некое волнение было у них. Конечно, было. У всех, я думаю, было такое чувство. Ну, даже у тех, кто к этому готовился специально. Но побороли, друг друга поддерживали. У нас же команда. Учимся мы в разных классах. У нас из четырех классов собрана команда, даже из пяти. Мы работаем на очень первый год этим составом. Вообще разные люди с разных направлений. То есть, кто-то гуманитарий, кто-то больше на части. Работать с ними несложно. Все друг друга прекрасно понимают. Все работаем вместе. У нас такой дружный коллектив, мы друг друга поддерживаем. Ну, мы команда, и все, естественно, друг друга поддерживали. Ну, для нас это было, правда, очень интересно. И хотелось показать себя перед другими, посмотреть на других. Мы, ребята, мы просто собрались вместе. Мы просто до этого знали, мы собрались, у нас все легко пошло. Возможно, некоторые люди пришли к нам недавно. Ну, в целом состав команды уже сложен, и мы общаемся вдвоем дома. Мы уже несколько лет выступаем в школе безопасности, и вот, собственно, так она и появилась. Вот. Плюс мы общаемся все между собой. То есть, это уже такая компания. Все они уже на протяжении двух лет занимаются в так называемой школе безопасности. Это что-то типа кружка, дополнительные занятия, которые организованы на базе нашей школы. Участвуют в районных соревнованиях. Ну, в основном вот эти ребята, естественно, общаются между собой, дружат. Они и поехали. Каждые три дня были по-своему насыщенные. Первый день – это как бы знакомство с другими командами, что-то свои высказывания, то есть предложения, свои выступления. Жили мы вместе с другими командами в, как это назвать, в районе, наверное, правильно. Нам была выделена отдельная комната на всю нашу команду. После дороги мы около шести утра, чтобы приехали, или восьми, нас сразу сходили по кормению, отвели на конференцию, открытие, все сразу стали менять по всем этапам. Им было сначала, ну, не то что боязно, интересно, они заинтересовались все вокруг формы. А те, кто не в форме, команда из Якутии, команда из Тикси, они в национальных костюмах. Мы были чисто гражданскими, даже если посмотреть, как мы сидели в зале, синие футболки выделялись очень на фоне золотых аксельбантов, погон и общей такой военной культуры. Конечно, первый день еще посмотрели вроде бы как-то дисциплину на уровне школьной, а наши местные такой гражданские потом начали потихоньку подтягиваться, пытаться соответствовать тому, что есть. Ну, действительно, посмотрели, что такое настоящая дисциплина, что такое военная служба, отношения, взаимоотношения внутри коллективов кадетских, как они настроены на свои выступления, на защиту своих проектов. Ну, я думаю, здесь они вынесли очень много для себя интересного. И, конечно же, все это осуществляется под эгидой АСПОЛО, Ассоциации полярников России, под руководством управления образованием в качестве системы дополнительного образования. Также еще некоторые инициативы проявляет Северо-Арктический федеральный университет имени Ломонасова. Была конференция по этому поводу, то есть выступали многие известные люди по поводу Арктики, по поводу ее освоения. Мы показывали представление, ну, такое, что-то типа из жизни, но своими словами. Ну, наша карточка очень сильно отличалась от карточек остальных участников. Мы единственные, кто показывал сценку. Для нас это было очень, ну, мы, наверное, стеснялись, потому что, увидев, как выступают остальные, очень было странно представить себя вообще в другой роли, совершенно другие. Ну, я думаю, что у нас все получилось. С дневника полярной экспедиции, сегодня, 26 февраля, идем уже две недели. Волю Саня, не видно. Женя не дойдет, слабенький он, да и нас слишком много в Сане напилок. Доехали! Добежали! Доползли через торозные трещины! Да, точно нет! Команда, равняйсь! Смирно! Здравия желаю судейской коллеге и всему личному составу! Мы подошли к юмору, ну, сделали мы тему Северного полюса, то есть там затронули тему проекта непосредственно, то есть мы убрали людей из жизни, то есть, допустим, я играл роль программиста, или я играл роль командира, то есть мы затронули еще и военную часть как таковую, то есть что должны быть не только там военные люди, но и гражданские, поскольку Северный полюс должен развиваться не только в этом направлении, но и в другом непосредственно. В основном мне запомнился вот именно второй день, когда мы выступали с несколько неожиданной для кадетского корпуса темой об альтернативной гражданской службе, которая, в принципе, заменяет военную службу, и мы хотели как-то обратить данный законопроект и для освоения Аптики. Проект «Арктика как альтернативная служба» мы представляли вчетвером. Мы считали, что это достаточно актуальная тема в данный момент, и мы представили. В этом проекте мы встретили, упоминание об этом проекте мы встретили на уроках права и решили то, что почему бы и нет, почему бы не обратить его на благо освоения Арктики, арктического российского региона. Да, я уступал с предложением спасения атомного ледокола «Арктика». Просто меня это затронуло тем, я увидел, я решил поделиться с этим. То есть это все тоже. Это наша история, которую надо помнить. А остальные, многие рассказывали стихи, просто показывали свой город. У нас там были из Якутии, они показывали свои народные танцы. Были девочки стихся, они играют, ну тоже народные танцы, народные костюмы. То есть именно представляли свой город. Я считаю, что самое сложное было для нас именно спортивная часть, потому что нам пришлось соревноваться с людьми, которые этим живут. То есть они постоянно занимаются этим, то есть для них это были обычные основания, а для нас это было, можно сказать, подвигом. Бегали, прыгали, по переправам ходили, металли гранату, стреляли. Все оппоненты были кадетами, и безусловно сложно соревноваться с такими, можно сказать, профессионалами в деле военном, но мы постарались представить себя как только могли, представить свои лучшие возможности и выступить в этой истории. Подготовку проходило сложно. К сожалению, мы узнали о том, что будет такая поездка, в принципе, еще до Нового года, но получилось так, что добро от нашего руководства прошло только за месяц до самой поездки, поэтому в очень экстренном режиме приходилось готовиться. Собирались после уроков в выходные дни, то есть практически все субботы и воскресенья ушли на это, ну в течение этого месяца. В школе города Пушкина есть клуб под названием «Наша Арктика», вот, и привлекались к слету именно те учебные организации, в которых есть подобные клубы. Мы собирались все вместе, и мы точно не знали, что там будет. За последнее время мы собирали, размирали автоматы, мы собирались в спортзале, мы просто выполняли разные комплексы. Мы тренировались, ну а там это обычно зарядка, то есть то, что они делают каждый день, по два раза в день, может быть. Мы готовились сдавать историю исследования, готовились сдавать географию и биологию этого района. Знали растения, знали животное, знали, собственно, что где находится. А вопросы в основном попадались на тему знания народного понимания полюса полярных условий. Там были вопросы, типа, с какую ягоду брали с собой поморы, веря, что она спасет их от буря. Да, на самом деле мы выходили, мы ходили и в лес, и собирались в школе. А свою роль сыграла в этом, и подготовка к школе безопасности, участие в этом мероприятии. Мы приблизительно знали, был предоставлен список требований к участию за почти два месяца до соревнований. Собственно, мы эти два месяца готовились по материалу, готовились физически. Мы спрашивали об этом, по-моему, нам направление дали, мы в этом направлении готовились. Довольно интересно было на полосе препятствий, сборка-разборка автоматов, мы увидели, как это делали другие, попробовали сами. Ну, естественно, мы оценивали соперников как сильных, ну, я думаю, что мы все были примерно равны, потому что, ну, для многих это был первый слет, ну, и вообще-то был первый слет, и никто не знал, что там будет, и все были равны. Если бы ввели силовую часть соревнований, то мы бы ни в коем случае никуда бы не вышли, потому что там действительно держатся в этом плане дисциплины. там были соревнования в тех областях, которые равноизведаны и нами, и ими. Альпинизм, переправы, метание ножа, которые в армии проходятся не сильно лучше, чем у нас. Ну, где как, наверное. С алимпиадами у нас, ну, мы старались, мы готовились, но, видимо, не хватило именно вот знаний. Мы провели, на самом деле, очень неплохо. Показали все, на что были способны. Выложились на полный. Ну, мы вообще все друг друга поддерживали, то есть вологодцы тоже поддерживали нас, мы их поддерживали, с якутами познакомились, ну, якутянами познакомились. Они нас поддерживали, мы их поддерживали, у них были очень интересные выступления, обряды, захватывающе достаточно. У нас была программа на три дня, мы уезжали в четверг, и в субботу мы уже были здесь. Мы приехали с целью посоперничать, получил бы подружиться. Мы завели много связей, нас приглашают теперь много куда с проектом, но... Запоминающимся был... как минимум связь с Антарктидой, нас связали с Уменья, находящейся в там станции. В Восток. Мы пообщались с людьми. Было очень-очень интересно. Сам... Было много известных людей, например, герой оси, космонавт, волков. Он рассказывал о своем полете в космос, о том, что они, чем они там занимаются, о жизни в космосе, и о том, как они приходят в себя уже после возвращения на землю. Чаще всего мы, наверное, все-таки вспоминаем визитную карточку, потому что она оставила просто неизгладимое впечатление. Ну и... Такие отдельные моменты, экскурсию по Тамбову, последний вот день, то есть закрытие, концерты. Вот это мы вспоминаем больше всего. Да, мы вернулись с четвертым местом в спортивных мероприятиях, с двумя призовыми местами за Олимпиаду. Она заняла Дрофеева Мария второе место, и Зоя Инферлиб третье. И с вторым местом за визитную карточку. С третьим местом за визитную карточку, и со вторым местом за проект. Мы с новыми друзьями, с новыми знаниями, с новым опытом, то, что мы там получили, с кубком. Кубок у нас за волю победы, за участие, медаль общекомандная, а сертификаты у нас, у нас диплом участников, третье место в карточке визитной, и две грамоты за межпредметную Олимпиаду. Мы заняли второе и третье место. Ну, вернулись, во-первых, все на удовольствие и новых знаний. Кубок дали за четвертое место в общем командном зачете во всем трем дням пребывания на первом сервисном суте. Ну, с нами ходили наши преподаватели, ну, сами мы бы, естественно, ничего не смогли, они нам помогали и просто рассказывали, как, что делать. Мы, естественно, поддерживали нашу дисциплину, потому что сами мы бы вряд ли такого достигли. У нас очень интересный учитель, который любит, полярные условия, который любит тунду, тайгу. Он детей к этому всегда призывал, детей к этому приучал, и в итоге это вылилось в клуб. Наталья Викторовна, это наш учитель географии, и Андрей Александрович, наш учитель обожи. Результаты превзошли ожидания. Мы, в принципе, не были так вот уверены, что мы займем какие-то призовые места, что мы что-то привезем. То есть мы ехали попробуем. А оказалось, что выступили достаточно прилично. То есть какая-то определенная гордость урала. С наградами очень интересно. В Тамбове есть замечательный краеведческий музей. Это огромный колоннный зал такой сталинской постройки, с очень помпезной, с лепниной. Туда даже, когда подходишь, немножко так вот уже вперед. В этом огромном зале собрался весь правительственный бомонд, и губернатор Тамбовской области, и глава города, и представители Министерства образования. То есть люди, которых обычно мы видим только где-то либо в газетах о них читаем, либо в каких-то выступлениях по телевидению. А здесь это оказалось очень им близко и очень интересно. Люди действительно горды тем, что в их области, в их районе, в их городе происходит такое знаковое событие. И когда стали уже озвучивать, кто какое место занял, какие награды ребята получили, мы были в таком легком шоке, потому что, оказывается, и нас ждал свой кубок, и нас ждали свои грамоты, причем не последние места. У нас двое ребят, вот Маша Дорофеева и Глеб Зоренко, они практически взяли всю метапредметную олимпиаду, то есть интеллектуально на второе и третье место забрали, первую Тамбова, но это законно. Затем наш проект был признан лучшим проектом на этом слете, и неоднократно к нему возвращались потом, то есть каждый день подходили и говорили, ребята, давайте вот здесь так вот сделаем, а потом присылайте его к нам, а приезжайте, вот в Володе сейчас, в апреле будет еще одна научно-практическая конференция, обязательно озвучьте. То есть пошла такая волна, волна интереса к этому, и нам было очень приятно. Были защищены некоторые работы научно-исследовательские, с работой теперь осуществляется и подготавливается выезд в Вологду, в Саратов, уже развитие работ на более высокий уровень, а также теперь организовывается экспедиция на остров Котельни, на Сибирские острова. Ну и вот сама проблема стоит в том, чтобы готовить кадры для освоения этих регионов, поэтому мы организовали вот их клубы юных полярников и привлекаем молодежь к изучению этих территорий, чтобы они были знакомы, уже не просто приезжали, не зная, что там делать, а были, значит, уже с этими обстановками знакомы, и они были нацелены на то, что им нужно, так сказать, нам нужны, нужны их идеи, нужны новые разработки, нужный этап в научно-техническом развитии, так будем говорить. Собираемся все, вся команда очень хочет туда попасть еще раз. Очень хотелось. Ну, конечно, мы будем готовиться и стараться что-то подтянуть, свои знания, естественно, на спортивную подготовку. Да, вот проект, про который я недавно говорил, мы про него планировали его представить дальше на еще одном всероссийском собрании, где будут представлять научные проекты. Я думаю, что, учитывая, что мы теперь знаем, к чему готовиться, делать упор на те направления, которые, так сказать, проиграли там. В этот раз будем готовиться более организованно, более слаженно, лучше знать, что будет лучше. Лучше готовиться. Для себя мы победили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова